знаете друзья я понимаю что мы не всегда понимаем вообще что такое пасха и израиль до конца не понимал вообще что такое свобода когда ты 400 лет в рабстве да ты долгое время находишься допустим как вот этот вот тигр или лев да в зоопарке ты привык просто что тебя кормят ты привык что ты кого-то веселишь да очень часто люди просто играют роли и они привыкают к этому им так сложно жить на свободе а бог говорит я даю свободу тебе и не подвергайся никакому игру рабства о чем я хочу сказать мы так хотим свободы но когда мы выходим на свободу нас это пугает это знаешь как вот кот который все время прожил дома да и он все время ходил на лоток если ты вытащишь на улицу у него просто разрыв сердца будет он испугается он он не знает что делать он просто его это вводит штопор так вот пасха не всем нравилось она не всем нравилось народ израиля очень желал свободы они вопили к богу кричали к богу господи дай мне свободу но ты знаешь что свобода это ответственность за свободой что-то стоит свобода это ответственность свобода это сражение люди до конца евреи до конца не понимали они находились в рабстве и мы очень хотим на свободу люди хотят выйти на свободу но но до конца не понимают что такое свобода бог говорит стойте в свободе которую я подарил и не подвергайтесь никакому и Гуравса. Знаете, я верю, что там, где Дух Божий, там свобода. Ты веришь в это? Вот представь, верующие люди, евреи, верующие люди находятся в Египте и что-то там лепят для языческих богов, делают что-то. Глубоко верующие люди, которые отвергают все язычество, но тем не менее они занимаются тем, что они строят эти языческие храмы, этих сфинксов, короче, строят все эти вещи, и они это ненавидят. Ты слышишь меня? Многие верующие в церквях то же самое делают. Я делаю не то, что хочу, а то, что ненавижу, потому что не я живу, а живущим во мне грех. Ты понимаешь, в чем я говорю? Ты не можешь идти до конца, идти за Богом. Почему? Потому что у тебя не хватает веры, верности не хватает, веры не хватает. Праведник, он верою жив будет. Что с евреями? Они хотели свободе, они вопили к Богу, и Бог услышал их вопль. Слышишь меня? Почему эти люди вместе не поднялись и просто не свергли фараона? Почему Богу пришлось привезти пожилого, старого человека, которому 80 лет, привезти в Египет, и он что-то там делал? Как ты думаешь? Потому что он нашел верного, 80-летнего человека, который до этого был научен всей мудрости египетской, который прожил в Египте до 40 лет, он был мудрый, у него была мудрость египетская. У тебя может мудрость этого мира, ты знаешь, как зарабатывать, ты знаешь, как с клиентами разговаривать, ты знаешь, как что-то там в биткоин вложить, ты все эти вещи знаешь, ты научен мудрости египетской. Ты знаешь, что Моисей, он был человеком воинственным, то есть он был полководец был до 40 лет, он знал, как воевать, он был крепкий физический человек, но у него что-то не получилось, он уповал на свои силы, да, у него было желание освободить народ, и он там убил египтянина, и после этого он просто испугался, убежал, и Бог его не использовал долгое время, он над ним работал. Пока вся эта мудрость египетская с него не вытархнули. Знаете, многих людей Богу невозможно использовать, потому что они сильно умные, у них мудрость египетская. Они очень умные, они очень религиозные, особенно те люди, которые миллион лет в церкви, а те люди, которые много церквей еще поменяли, это самые опасные люди, это самые несмиренные, это самые гордые люди. Ты можешь не соглашаться с этим, но это так, потому что очи Господа, они на верных земле. Знаешь, что Моисей выбрал, скажи выбрал, страдать с народом Божьим, а ты бежишь всякий раз, когда ты сталкиваешься с трудностью. Ты убежал от своей жены, потому что ты столкнулся с трудностью. Ты убегаешь со своей церкви, потому что ты столкнулся с какими-то трудностями. Моисей сталкивался с трудностями, он не бросил свою церковь, свою семью. Там все были не такие, как он, там все были неправильные, один он был правильный. И он решил, найду себе правильную церковь. Он не делал этого. Знаешь почему? Я спрашиваю, ты знаешь почему? Не знаешь. В Библии написано, что он был верен во всем доме его. И у Бога было с ним отношение не просто, как с каждым человеком, лицом к лицу. Он говорит, я разговариваю с ним лицом к лицу, как с другом. С тобой Бог так разговаривает? Он разговаривает так только с верными. И он дает задания верным. Почему? Потому что эти люди не будут уповать на плоть. Они не будут смотреть на обстоятельства. Здесь мне обидели, здесь мне что-то не понравилось, а здесь что-то не так. Друзья, Пасха родилась в сердце нашего Бога, Великого Отца. Ты слышишь меня? И он поселил эту мечту в сердце Моисея. Моисеев делал все. Скажи все. То, что ему скажет отец. Сначала он пытался отказаться. Господи, пошли другого. Знаешь, почему он хотел послать другого? Или говорил, пошли другого? Потому что он уже плохо разговаривал. Он перестал разговаривать. Просто он плохо разговаривал. Я не знаю, он был косноязычный, заикался. Что он там, что у него там не хватало? Но он плохо разговаривал. Ты слышишь меня? Есть такие, кто плохо разговаривает? Есть, да? Есть у кого, что может у тебя что-то с головой чуть-чуть не так? Я верю, что это те люди, которых хочет использовать Бог, у которых что-то не так. Ты слышишь меня? Бог берет немудрое. Ты веришь в это? По-человечески ты бы никогда не поставила ставку на пожилом человеке, который просто приди в Египет просто в шортах и в шлепках и говори, отпусти народ мой. Ты бы какого выбрал человека? На Брабусе, да? Чтобы он подъехал к Моисею, то есть к этому, к Египту, вышел и впечатлил весь Египет. Но знаете, Моисей шел в Египет, но он понимал, что у него нету никаких сил в принципе. Но с ним есть Бог всемогущий. А я, знаете, что, друзья, Пасха – это выход. Человек со свободным мышлением, он может освобождать других. И если в тебе это Пасха, Пасха должна внутри нас быть, это Христос. Вселю из них и буду ходить в них. Твоя Пасха, она должна быть в тебе постоянно, круглосуточно, круглогодично, на работе, когда ты рассчитываешься с клиентами, когда ты идешь в городе, когда ты видишь женщин без своей жены. Пасха внутри тебя. Эта смерть, этот блуд, он пройдет мимо. Айкос пройдет мимо. Вейп пройдет мимо. Алкоголь пройдет мимо. Внеплановая беременность, венерические заболевания мимо. Писание говорит, будьте святы, ибо я свят. Моисей делал только то, что говорил ему Господь. Бог избрал человека, который заикается. Бог избрал человека пожилого. Бог избрал человека разочарованного. Скажи, разочарованный. Эмоционально сокрушенного, опустошенного, потерявшего свою мечту, потерявшего видение. Нет, а да. Моисей просто пасовец. Он пасовец. У него не было, он не собирался идти в Египет. Бог пришел и воскресил эту мечту внутри него, потому что он не ставил на себя никаких ставок. Ты слышишь меня? Ты можешь смотреть на себя, все в твоей жизни. Ну ладно, я просто буду приходить в церковь, я просто буду что-то делать. Но Бог смотрит совершенно по-другому. Он хочет, Он избирает разочарованных людей. Ты слышишь меня? Больше, чем тех, которые сильно уверены в себе. Он не берет людей, которые сильно уверены в себе. Бог говорит, если ты думаешь, что ты стоишь, бойся не упасть. Он не использует тех людей, которые думают, что они стоят. Он не использует самоправедных людей. Он использует людей неуверенных. Ты слышишь меня? Он говорит, я вселяю в душу твою бодрость. Знаешь почему? Потому что эти люди способны принять, почему в Библии написано пьяницы, блудницы, вперед вас в царствие идут. Почему фарисеи, почему не идут те священники вперед в царствие небесное? Друзья, Иисус, когда пришел, перед тем, как люди готовились к Пасхе, Он взял бич и начал выгонять служителей, пасторов, лидеров. Он бил служителей. Ты слышишь меня? Или нет? И Он видел это у Отца Творящего. Он это делал как минимум дважды. На Пасху. Ты слышишь меня? Ну знаешь, что интересно? Нам очень важна форма, а Иисусу очень важна содержание. Он говорит, я не это имел в виду, это мой дом, а вы сделали его базаром. Ну так вот, смотрите, друзья, Моисей, он выбрал страдать. Иисус, он выбрал страдать. Ты слышишь меня? Многими скорбями надлежит войти во Царство Небесное. Бог услышал вопль, вопль народа своего. Он говорит, мне надо, чтобы ты отпустил, выпустил моего первенца. Он смотрел на свой народ как на первенца, как на любимого, дорогого сына. Просто, если у тебя есть ребенок, подумай, что ты за сына своего можешь сделать с фараоном. Бог поместил эту мечту в сердце Моисея. И когда Моисей пришел и говорит, ребята, мы будем выходить, они говорят, да, классно, здорово, мы тоже хотим выйти. Но что интересно, эти же люди били ему по рукам, то есть в плане, они его останавливали. Почему? Потому что они уже настолько привыкли к рабству, они не готовы сражаться за свободу. За свободу нужно сражаться. За свободу нужно верить. Он говорит, да, выйти, да, хорошо, свобода это хорошо, но я не хочу ничего делать. Я верю, что Христос уже все сделал. Многие верующие так и думают, что все, Христос уже, я уже ничего, мне уже ничего не надо. Но, друзья, Бог учит совершенно по-другому. Зачем тогда он научает руки твоей битвы и персты брани? Зачем он говорит, противостань дьяволу? Моисей пришел и разрушил дела дьявола. Чем он это сделал? Он посрамил всю мудрость египетскую, каждого идола, каждого Бога. Чему бы они поклонялись? Жабам, коровам, чему бы они поклонялись? Каждый идол был посрамлен. Я верю, друзья, что Бог хочет это сделать в твоей жизни, в твоем сердце. Посрамить каждого идола, включая Мамону, потому что невозможно служить и Богу, и Мамоне. простой человек пришел в Египет. Как ты думаешь, как его приняли вообще? Как на него смотрели? Как на него фараон смотрел? Да, люди говорят, мне надо прийти к заказчику и приехать на дорогой машине, чтобы впечатлить его. Но Моисей никого не впечатлял, он просто сказал, отпусти народ. И он не впечатлил фараона. Я не знаю твоего Бога, все, иди гуляй. Он просто посмотрел, как на пожилого, сумасшедшего человека в начале. Но венчает не начало, венчает конец. У Моисея было долгое сражение, он мог разочароваться в каждом этапе. Что-то не получается, у колдунов там тоже что-то получается, что-то не получается. Но он слышал Бога, он шел до конца. Претерпевающий до конца, он увенчает венец славы. Этот единственный человек, Моисей, он вывел народ, при том, что он заикался, при том, что ему было 80 лет, он даже не мог нормально высказать свою речь. Ему понадобился человек, Аарон. Я хочу, чтобы ты посмотрел на себя немножко по-другому. Бог использует немощных, уничиженных. Он избрение, скажи, избрение, возвышает нищего и поставляет где? С царями. Послушай, когда Моисей пришел в Египет, его вообще особо не приняли, но когда он уходил оттуда, его все боялись. Скажи, боялись. Он внушал страх, когда видели Моисея, люди боялись просто, египтяне боялись. И когда, говорит, попросите у египтян золото, они просто быстренько все золото, вот что значит Пасха, ты должен выйти с Египта с золотом. Почему? Это Бог так сказал. И они обобрали египтян. Смотрите, давайте откроем 12 главу, исход. Мы сейчас разберем, что такое Пасха на самом деле. Что-то не яйца, не кролик и не куличи. Исход 12 глава. Бог сказал Моисею, чтобы он собрал народ и сказал им устав. Про Пасху начал рассказывать, потому что до этого Пасхи не было. Пасха это выход, Песах, выход, переход, или то есть пройду мимо, пройду мимо. Я просто вам своими словами, вы потом можете 12 главу прочитать, исход. Что происходило? Он говорит, возьмите по агнцу от козлов или от овец, возьмите однолетнего мужского пола без порока. Они брали и говорит, пусть он у вас живет какое-то время. Это прообраз Христа. Когда Христос пришел, он был с людьми какое-то время. Пусть он живет с вами до 14 дня. Последних 4 дня возьмите его и исследуйте. То есть этого ягненка исследовали по сантиметру. просто поминутной. Исследовали, чтобы он максимально был без порока. Это то, что говорил Бог сделать. Это то, что делали священники с Иисусом. 4 дня перед распятием они полностью исследовали. И не нашли ничего. Ну так вот. Он говорит, исследуйте, посмотрите. Если вот он здоровый, не кашляет, у него нет никакой проказы, вы можете его заколоть и помажьте косяки дверей. Помажьте косяки дверей кровью. Я увижу на косяках дверей кровь, и я пройду мимо. Если на твоих косяках дверей твоей жизни кровь Иисуса Христа, чтобы ему пройти мимо, дверь – это прообраз Христа. Дверь, Иисус говорит, ну это дверь. Дальше. Все эти вещи нужно было делать в доме по семейству. Если семейство будет, ну маленькое, пригласите еще кого-то. Это церковь. Говорит, соберитесь в этом доме, возьмите этого ягненка и испеките на огне и не ешьте недопеченного. Возьмите внутренность него. Кишки мыли, обратно ложили. Важно было этого ягненка не расчленять. Целостность. Испеките его на огне. Исчислите, чтобы каждому досталось по куску мяса. Кому-то каре достанется, кому-то лопатка, кому-то еще что-то, кому-то печень, кому-то сердце. Каждый ел определенную часть. Это в церкви разные дары, это люди разные. Мы вкушаем каждую часть Христа, но Дух один. Понимаешь, о чем речь? Люди не могли есть от Христа все одинаковое. Не всем попадалась каре, не всем попадалась голень или еще что-то. Ели разные части. Говорит, исчислите просто, ну, чтобы каждому достался по куску мяса. И говорит, не ешьте недопеченного. Это мясо должно было испечь на огне. Это страдание Христа. В Библии написано огненного искушения, не чуждаяся. Мясо должно быть испеченное полностью. И говорит, вы должны съесть полностью его. Если что-то останется, это должно уничтожено быть огнем. Ешьте с поспешностью, чтобы чресла ваши были припоясаны. Эта церковь должна находиться в таком состоянии. Твои чресла – это истина. Ты должен быть припоясан, готов к выходу. Но если ты спишь и ничего не ожидаешь, люди ночью должны были не спать, и они должны были готовиться. Эта Пасха была сделана ночью. Ты слышишь меня? Ночью. Ночью – это когда Христа нету в твоей жизни. Пока Пасхи нету в твоей жизни, ты находишься во тьме. Если вечером во дворица плач, то на утро что? Радость. Прикинь, как они радовались утром. Они не ожидали, что вообще такое может быть. Они просто делали все, что им говорил Моисей. Они до конца, скорее всего, не осознавали, что происходит. Ешьте этого агнца с поспешностью, то есть торопитесь, ешьте с поспешностью. И очень важно, чтобы этот агнец был съеден с горькими травами. Скажи, горькие травы. Мясо вообще хорошо усваивается с травами, с горькими. Они ели, я читал там в расширенном переводе, брали этот дикий латук, еще каких-то пять видов трав. Короче, они были очень горькие. Очень горькие. Очень горькие. Там не было тортов, там не было куличей, там был пресный хлеб, абсолютно пресный, без закваски, то есть без порока, без греха. Ешьте этот пресный хлеб, ешьте этого агнца с горькими травами. Вспоминайте о своих страданиях, то, что у вас было. Агнец очень хорошо усваивается со страданиями. Скажи, страдания. Со страданиями. Когда ты что-то проходишь в своей жизни, агнец хорошо усваивается со всеми этими травами, с горькими травами. И что очень важно, последнее. Моисей сказал, что Бог ему сказал, смотрите, чтобы никто не выходил из дома. Ты слышишь меня? Это последнее. Что такое Пасха? Это все. Кровь Христа, агнец, дом, все эти вещи, все, что Бог сказал. Если какой-то момент убирается отсюда, просто ты все сделал, допустим, ты пожарил агнца, но ты просто взял и пошел гулять дальше. Хотя сказал, помажьте косяки кровью, ты все сделал, но в эту ночь ты пошел на дискотеку. Ну, тебе так захотелось просто. Как ты будешь? Будет работать Пасха в твоей жизни? Ну, подумай. Ты все сделал, ты пришел в церковь, ты как бы Библию читаешь, ну, просто ты еще вот, ну, у тебя есть один момент, ты просто блудишь. Ну, так вот, ну, как бы, так получилось. Пока Бог тебя еще не освободил. Ну, друзья, здесь описаны все эти вещи, чтобы люди сохранили эту святость и чистоту, и они могли выйти. А праведник верой уже будет. Друзья, Пасха – это сражение с плотью. Это победа Христа. Ты слышишь меня? В Новом Завете, да, если читать, перед тем, Иисус два раза заходил, ну, не то, что два раза заходил в церковь, два раза выгонял в церкви людей. Ну, как бы, со служения можно выгонять. Выгонял. Со служения самого крутого, с пасхального служения выгонял. Или заходил вообще перед пасхальным служением. Представьте, люди готовятся к празднику. Ну, кто читал там в Луки, Марка, Атеана, да, там описывается это все. Иисус видел, что происходит в храме, как люди готовятся к Пасхе. Он понимал, что такое Пасха, но люди до конца не понимали, что такое Пасха. Они думали, что нужно просто принести ягненка, нужно просто... Но, знаешь, сердце абсолютно людей было далеко от этих вещей. Когда Иисус пришел в храм, и на внешнем дворе, да, это не в самом, там, где святое святых, они на внешнем дворе выставлялись... Вот кто помнит, когда у нас менялы были эти, вот, менялы? Ну, валюту меняли, ларьки были в центре города. Ну, короче, не помните. Менялы. Это люди, которые меняют валюту, да, вот у тебя рубли есть, я могу тебе дать доллары, потому что тебе надо куда-то поехать. Короче, во время этого служения пасхального люди стекались со всех стран, да, евреи стекались, народ Божий, потому что в то время он был рассеян. С Кипра приезжали, с Турции приезжали, короче, каждый привозил свою валюту, да, и местные евреи тоже приходили, но у них была валюта с кесарем, да, изображение кесаря. Это в церкви не нравилось. Сейчас, как бы, с этим вопроса нету. Хоть какое изображение, главное, кидай. Суть. люди были набожные, говорят, слушайте, нам с кесарем не надо, но мы можем вам поменять. Носикель, кажется, ну, была церковная валюта. У нас есть своя валюта, мы ее сделали, и мы можем вам поменять. Вот вы пришли с Кипра, принесли доллары, мы можем вам вот сейчас вот поменять. Только поменяем вам, вы потеряете одну треть от ваших денег. Вам же надо жертву Господу принести. То есть, люди, священники, были алчные, менялы, первое. И они отбирали людей просто, они их, мягко говоря, как сказать, разводили. Они пользовались религиозными чувствами людей, и люди приносили деньги, и они меняли. Ну, в принципе, то, что делают, раньше делали в этих, в ларьках этих обменных, ну, только это в церкви происходило, только это перед служением происходило. Дальше что? Ты наменял этих немножко денег, потерял, посмотрел, что ты потерял одну треть, и тебе нужно купить еще голубя, купить овечку, или еще кого-то купить там, да? И ты еще теряешь, потому что ты пришел издалека, ты не принес с собой овцу, потому что это тяжело, ты ехал не на поезде, без всяких удобств, просто, ну, хотя бы самому добраться. Ты добрался, слава Богу, и тебе нужно купить что-то, и ты покупал эти вещи втридорого, этих голубей покупал, да? Потому что так, ты пришел поклониться Господу с искренним сердцем, но тебя обирали просто до гола, и это делали священники, и это делалось в храме. Иисус всю эту, всю эту тему, Он все это видел, и Он все понимал вообще подноготную изнутри, и когда Он заходил, представьте, служение, когда Иисус заходит, это как, как это, как налоговое, да, как бы, ну, вот прикинь, Иисус заходит, молодой человек, 30 лет, заходит с хлыстом на служение, все приготовились, только, ну, нормально поднять денег, в предвкушении, священники в предвкушении, да, как обычно. Сейчас мы, вот, народ собрался, сейчас мы как вот, как поклонимся Господу, и когда они уйдут, мы хоть, ну, пересчитаем, сколько у нас там, да, денег, радость же, радость Господи, сила моя. Священники очень верили, что финансы, финансы, это Божье расположение, если ты богат, значит, Господь с тобой, и таким образом они зарабатывали деньги на верующих людях. Иисус все это видел, и когда Он приходил, я думаю, ну, первый раз пришел, Он всех избил, избил, просто Он бил их, это в Новом Завете уже, и бил, Он не смотрел, куда Он их бил, Он просто взял кнут и бил, и переворачивал столы, читали об этом? И что интересно, Он только делал то, что видел у Отца Творящего. Ты бы так никогда не сделал, но Иисус так делал. Что церковь должна делать? Что ты должен со своим сердцем делать? Перевернуть все столы, миновщиков, взять кнут и выгнать продающих и покупающих, поставить в своей жизни правильные приоритеты, дом мой, домом молитвы наречется, а у тебя там в голове просто, у тебя крутятся мысли, что ты там с заказчиком, какую ты там ему накинешь цену, что там бикоин, как он там поднимается, не поднимается, где там, что, кого ты сейчас вот можешь охомутать, привлечь. чем, чем твое сердце наполнено? Друзья, мы очень часто продаем Христа. Священники, они просто продавали веру людям, они продавали ее, продавали, наживались на этом. Но Иисус взял и просто их выгнал, говорит, ребята, это не то, что я имел в виду, Он просто выгнал продающих и покупающих, и говорит, дом мой, домом молитвы наречется, мой дом для молитвы, мой дом для поклонения мне, а вы сделали его. И что интересно, когда священники расстроились, и они говорят, а откуда у тебя такая власть? А у него была власть выгонять продающих и покупающих. Вот что значит Пасха. Пасха – это очищение, это выход, это свобода, это преображение. Но знаешь, что интересно, на Пасху происходит много хороших вещей. Моисею Бог сказал, что делайте Пасху в месяц Авива. Авива. Ну, в Новом Завете там месяц Ниссан. Что это за месяц? Когда растения только начинают пробиваться, то есть, когда пшеница начинает пробиваться сквозь землю, эти свежие ростки, говорит, смотрите, ваша жизнь таким же образом она только начинается. Говорит, помните, помните этот день, помните, то, что правильно сказали, не день рождения столько важен, а твоя встреча со Христом, когда ты рождаешься заново. Говорит, помните этот день и просто его постоянно празднуйте. Празднуйте этот месяц Авива, месяц Колосьев, да, как его там называют, месяц Ниссан. Говорит, это очень важно для вас. Вспоминайте и просто празднуйте и говорите детям своим, если не спросишь, что это за праздник, а это тогда, когда Бог нас вывел. Послушай, если в твоей жизни Пасха, ты можешь идти через море и Бог тебя будет вести в столбе облачном и огненном. Ты понимаешь? Когда в твоей жизни есть этот праздник. Представь, люди были 400 лет в рабстве, из поколения в поколение. У них рабское мышление. Они вышли с Египта, но Египет не вышел с них. Ты понимаешь? И где там во второзаконии в 28 главе написано, что я водил тебя столько-то лет, да, чтобы посмотреть, что в сердце твоем. Бог так хочет, чтобы с тебя этот Египет выветрился. Почему они так хотели вернуться обратно в Египет, если они уже совершили Пасху или они уже вышли? Они уже совершили Пасху, они увидели Бога Всемогущего, они видели многие вещи, как море расступается, но все-таки хотели вернуться назад. Многие верующие возвращаются назад к своим прежним приоритетам, к своим котлам, к своему луку, к своему чесноку. Потому что Пасха это всегда выход, это всегда переход, это всегда движение вперед, это всегда тебе нужно что-то отвоевывать. Ты слышишь меня? Когда люди вышли из рабства, и Бог говорит, берите землю, а как я могу убрать землю, если я никогда вообще как бы я в рабстве всегда был, я никогда не воевал. Так Моисей тоже не воин, но когда в тебе Дух Христов, ты можешь взять то, что Бог для тебя предназначил. У Бога есть обетование для тебя. Но человек с рабским мышлением он просто не вмещает эти вещи. Когда в твоей жизни нету этой Пасхи, нету этого перехода, у тебя нету вообще в мозгах, что ты можешь куда-то выйти, ты что можешь что-то сделать, что-то победить, что-то преодолеть. Почему? Потому что в тебе этот страх, а это не Пасха. Потому что в страхе есть мучения. Почему евреи хотели вернуться назад? Потому что страх. Они не знали, что делать дальше. Когда ты строишь отношения с Богом, ты видишь Его творящего, ты двигаешься таким же образом. Ты слышишь меня? Пустыня не остановит тебя, море не остановит тебя. Египтяне, которые бегут за тобою, обстоятельства, болезни, немощи, проклятия, которые бегут за тобою, ты увидишь, как море поглотит их, когда ты пойдешь за Богом, когда Он будет вести тебя в столбе огненным и огненным. Дьявол не прикоснется к тебе. Ты слышишь меня? Но все, что тебе надо, иметь веру. Иметь веру и не смотреть на обстоятельства. Вот что значит Пасха. Вот что значит Пасха. Так. Еще один момент хотел сказать. Когда Иисус, перед тем, как Его распяли, Он говорит, я хотел бы есть эту Пасху с вами до моего распятия. И много событий вообще происходит перед тем, как Иисусу, перед тем, как Его распяли. Многие вещи начали происходить и вылазить. Перед Пасхой вообще многие вещи вылазят. Или росток вот такой зеленый. Вообще начинают деревья благоухать. Вы знаете, когда вот, ну, весна начинает все расцветать, все оживать, и хорошее, и плохое. Вот проходишь мимо акации, пахнет так хорошо. Проходишь мимо какой-то, вот проходил какое-то дерево желтое, начинает вонять. Но так же и с людьми. В принципе, смотри, что я хотел сказать. Ученики Иисуса, они начали готовить Пасху. Говорят, скажи нам, Иисус, где нам Пасху приготовить? Ну, вот человека встретите, он пойдет там по какой-то улице с кувшином, все, скажите, вот нам надо Пасху приготовить. Они начали готовить Пасху. Да? Все приготовили. Но в это же самое время был другой ученик. Его звали Иуда, Искариот. И он тоже готовился к Пасхе. Но только по-другому. Но только по-другому. Он пытался заработать на этом празднике так же, как зарабатывали священники. Ты слышишь меня? Он точно так же пытался заработать на Иисусе. Пробежался. Так, 22 стих, ой, 22 глава. Луки. И вошел сатана в Иуду. Читайте, вот, третий стих. Да, многие верующие спрашивают, могут ли верующих быть бесы? Я спрашиваю, могут ли верующих быть бесы? Здесь написано, что сам сатана вошел в Иуду. Можно назвать Иуду верующим человеком? Ну, не, он, наверное, не рожден свыше, да, как люди говорят. Может, он еще что-то. Слушайте, ну, Иуда, это апостол, это даже не пастырь, это тот, который был с Иисусом. Это Иисус его сам избрал. Сам сатана вошел в Иуду. Ты слышишь меня? Как ты можешь сказать, может ли в тебя верующих бесы зайти? Да если ты открыл дверь для него, если ты пошел к первосвященникам и продал Христа, бесы войдут в тебя. Если продался религии, бесы могут войти в тебя. Да не, не может быть такого. Может. Хочешь, можешь не верить в это. Но в Иуду вошел сам сатана. Скажи, сатана. В Библии написано, сам сатана вошел в него. До этого Иуда просто заигрывал с бесами. Он заигрывал с деньгами. Он воровал деньги у Иисуса. Почему? Он носил этот ящик, просто тихонечко подворовывал, все нормально. Но когда перед Пасхой, он просто решил нормально заработать на Иисусе, потому что все уже. Но Иисус был верен Отцу своему до смерти, до смерти креска. Вот что значит Пасха, когда ты верный человек. Иуда был неверный в конце. Почему так получилось? Потому что в Библии написано, он был вор. И когда пришли там женщина с сосудом алавастром, начала Иисуса там обливать слезами, этим маслом дорогим, которое у нее было, которое она могла просто использовать для других делов, она потратила это на Иисуса. Иуда просто сразу восстал и говорит, слушай, большая трата. Зачем такая трата? Он настолько был религиозным, настолько был двухличным. Он говорит, слушай, надо нищих накормить. Иисус сразу парировал, говорит, нищих всегда имейте, пожалуйста, меня не будет, там им благотворите. Но я здесь, и она приготовила меня к погребению. Не ты приготовил меня, не ты, который рядом со мной был. Я знаю, что многие верующие так поступают. Зачем такая трата? Зачем служить? Зачем на служение? Я пойду заказ делаю. Сейчас пойду туда, пойду сюда. Ты продаешь Христа. Иуда продал Христа за 30 середнями. Когда он пришел к людям, он пришел не просто к бизнесменам, он пришел к священникам, а священники были бизнесмены. Ты слышишь меня? Они понимали, что ему нужны деньги, ему можно предложить немного. Что вы дадите мне? Что вы дадите мне? Ты приехал в другую страну, у тебя есть рубли, кому они нужны? Ты просто пришел в Аменинг, что вы дадите мне? И ты обмениваешь. Он пришел к Христа и поменял просто на 30 середнями. Это цена раба была. Тоже Пасха. Но Пасха здесь была просто смерть для Иуды. Пасха в Египте, это умерли все первенцы. Ты слышишь меня? Вот это была Пасха, когда все первенцы ночью умерли. Почему? Потому что Бог говорит, слушай, отпусти мой народ, отпусти моего сына, это мой первенец. Если ты не отпустишь, если ты не понимаешь меня как отца, я буду разговаривать с тобой по-другому. были поражены все первенцы в Египте. И когда народ вышел с Египта, Бог говорит, слушай, все первенцы, давай, они мои. Там в Библии написано, они мои, обрежь их. Говорит, все первенцы посвящены мне, даже животные. Человека выкупай, сына выкупай. Это прообраз, что Бог тебя выкупает. Говорит, первенца выкупай. О, это мой сын, обрежь его и выкупай его. Поменяй его на овечку, на что-то, выкупай его. Просто помни, что я выкупил тебя. Так, друзья, я верю, что Пасха для кого-то выход, а для кого-то полная смерть. Египет, как евреи вышли праздновать, Египет просто плакал, там был вопль. И они погнали, чтобы этот израильский народ, этот ты, когда ты бежишь из греха, дьявол бежит за тобою, и ты упираешься просто в обстоятельства какие-то, денег нет, за квартиру платить нечего, с мужем что-то, ты упираешься в какое-то море и думаешь, что все, да лучше было так, как было. Нет, все, что тебе нужно, нужно верить. И море может раступиться, оно должно раступиться. Написано, все возможно верующим. И когда фараон зайдет за тобой, те обстоятельства заведут, та депрессия погонится за тобой, то одиночество, эмоциональное крушение, что бы это ни было, какой бы бес за тобой не погнался, дьявол, Бог просто утопит их. Когда на тебе помазание Духа Святого, ты перейдешь на ту сторону, ты увидишь, как будут золотые колесницы просто выплывать, и ты просто подымешь и будешь радоваться, как Мариам скакала с женщинами. И она пела песни, кто помнит какую? Господи, ты превознес высоко коня и колесницу, это была ее песня, Господу. Ты должен видеть Отца Творящего и Сатану Падшего в своей жизни. Вот это Пасха. Ты услышал меня? Откажись от яиц, от кроликов, от всей этой мишуры. Дьявол, он настолько клоун, он пытается людям запихнуть какую-то чушь просто. Пасха наша, это Христос, это Иисус Христос, наш любящий Отец. Ты слышишь меня? Он наш друг, он тот, который не оставит. Там же написано, не оставлю сиротами. Это моя Пасха, когда я нахожусь в ночи, когда в моей жизни просто ночь. Совершай Пасху, готовься к выходу. Это старт для твоего следующего прорыва. Когда ты находишься в самой низине, это старт для твоего следующего прорыва. Когда братья тебе кинули в ров, это твоя Пасха. Когда ты выйдешь оттуда и станешь вторым человеком в Египте. Ты слышишь меня? У Бога есть прорыв, есть выход. Он выход, он путь, он истинная жизнь. Не давай место дьяволу, не давай место страху. Страх это дьявол. Бог говорит, я не дал дух страха, скажи дух. Это бесы. Страх это бесы. Почему? Потому что он блокирует тебя, он останавливает тебя. А Бог говорит, бегите как на ресталище, чтобы никто не восхитил венца. Люди религиозные, они просто останавливают, ты буксуешь просто в религии. Ты просто покупаешь голубей, ты просто думаешь, что это нормально, ты просто целуешь кресты, ты просто рыбку вешаешь на машину и думаешь, что этого достаточно. У тебя нет отношения с самим Христом. Дом мой, домом молитвы наречется. Посмотри, сколько ты времени тратишь на молитву. Сколько ты времени тратишь на поклонение Господу. Насколько ты послушен в этих вещах. Что ты делаешь, когда в твоей жизни ночь? Ты сидишь же в депрессии и платишь. Просто плачешь. Ученики, когда они сидели в тюрьме, кто там, Сила и Варнава, или кто там, да? Я думаю, что в каком-то смысле это была ночь в их жизни. Но они написано, пели, воспели. И эта тюрьма, она начала сыпаться. В каком-то смысле, вот это твоя Пасха, когда ты Христос, не страх вперед идет в тебя, а Христос. Если Он твой путь, Он истинная жизнь. Ты услышал что-то для себя? Халлию. А что ты услышал для себя? Что-то про Иисуса, да? А что-то про Иуда услышал? Иуда просто любил деньги. Он неплохой, он любил деньги. А деньги, любовь к деньгах сделала его плохим. Любовь к деньгам. Деньги это неплохо, любовь к ним плохо. Мерседес это неплохо, пятилитровый, любовь к нему плохо. Да? Ну, невозможно услужить и Мерседесу, и Господу. Невозможно. Ну, как бы шучу, но на самом деле не сильно. Смиренным он реально дает благодать. Неважно, на чем ты приехал, да? Но если вот мы видели как-то это BMW золотая едет. Ну, цвет золота. Сразу видно очень смиренный, сокрушенный, любящий Господа человек. Ну, просто, вот сразу просто. Нет, друзья, Моисей приехал, пришел в Египет в шортах и в шлепках. Ты слышишь меня? В рваных. Вот он пас, овец, в репехах. Вот просто он пришел такой, какой есть. Но что-то внутри написано сокровища сие мы носим в глиняных сосудах. Он пришел со всемогущим Богом. Он заряженный пришел. Ты слышишь меня? Неважно, как ты выглядишь внешне. Самое главное, кто внутри тебя. В тебе внутри должна быть Пасха. Это Христос. Вот это хотелось бы, чтобы на скрижалях вашего сердца наших сердец было. Христос, твоя Пасха. Не твоя машина, даже не твоя жена, как бы оно ни звучало. Веришь в это? Да не будет иных богов, включая жену, мужа, машину. Все. Христос на первом месте, друзья, все от Него. Если у тебя со Христом все нормально, у тебя большая вероятность, что и с женой будет все нормально. Если с Христом плохо, у тебя жена будет плохая. Ну, как бы, ты на нее так будешь смотреть, потому что у тебя нет любви к ней. Ты будешь видеть, что она толстая, ты будешь видеть, что она страшная. Короче, много чего увидишь. Но когда Христос внутри тебя, ты будешь просто любить ее. Ты не будешь ее сравнивать ни с кем, потому что Христос внутри тебя, потому что у тебя те же самые чувствования. Понимаешь? Любовь, она вообще, ну, в каком-то смысле, ну, не то, что слепая, она безумная. Она любит не потому, что ты красивый, да, ну, как бы, не потому, что ты умный, но потому, что он любит, потому что он заплатил. Понимаешь? Вот Бог заплатил, вот твоя цена твоей жизни, это жизнь его сына. Кто-то продает себя за бутылку портфейна, да, кто-то продает себя там, короче, за что-то, за какую-то ерунду, короче. Но Бог оценил тебя. За тебя столько никто не заплатит. Ты слышишь меня? Написано, вы куплены дорогую цену. Скажи, дорогую. Ты можешь смотреть на себя, и ты понимаешь, ну, вообще, что за это можно дать? Прикинь, а Бог как-то видит по-другому. Когда ты в грязи, да, в брении, он видит это золото в грязи, и он берет его, просто отмывает. Никто так не ценит, как он, потому что он видит, что внутри. Потому что внутри часть него, а для него это очень ценно. Почему он так любил Моисея и ценил его? Почему он ступался за Моисея всегда? Говорит, так потому, что он верен во всем доме моем. Он верен, говорит, как вы могли вообще против него там что-то упрекать его? Говорит, вы что не видите, что я с ним очень близко? Говорит, у вас не хватило, просто вы не понимаете, что на него вообще ничего плохого нельзя говорить. Он святой человек. Тем более, вы не понимаете, что, на что, на какие жертвы он пошел, что он оставил. Написано, он выбрал страдать. Говорит, а мне это так угодно. Ты знаешь, как Богу угодно, когда ты выбираешь страдать? или не веришь в это? Богу угодно, когда ты выбираешь страдать. Ты становишься похож на него, потому что Иисус выбрал, потому что Моисей выбрал. Аминь. Хорошо, давайте помолимся. Что-что? С народом, конечно, ну не просто, ну, потому что ты там переел, короче, ну я же не про это. Я же понимаю, что все поняли, короче, но если ты наелся чего-то, у тебя живот болит, ну это не страдание, это просто переел. Это чревоугодие называется. Халлелюя. Отец, мы превозносим Твое святое имя. Мы нуждаемся в Тебе, Отец мой. Пусть Твой Дух будет на нас, Боже. Пусть Твое Слово вселяется в нас обильно. Твоя истина, которая освобождает, пусть пребывает внутри нас. Я молю Тебя, дай нам быть верными Тебе, Господи. Дай нам быть насаженными в Доме Божьем. Дай нам цвести как пальма и возвышаться как кедры на ливане, Боже. Потому что Ты сказал очи Господа на верных земли, Господи. Мы желаем, Боже, угодить Тебе, Господи, Отец, быть послушными Тебе, Боже. Как Ты был послушен Отцу до смерти, до смерти крестной, Боже. Дай нам научиться от Тебя, Ты кроток и смирен Духом, Отец мой. Дай нам быть похожими на Тебя, Боже. Слава Тебе, Иисус. Пребывай внутри нас. Твой характер пусть будет внутри нас. Твои чувствования пусть будут внутри нас. Дай нам поступать так, как Ты, Господи. Дай нам быть христовыми, Господи. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Тебе,